приветствую друзья и сегодня мы в гостях у ребят канал вы помните уже называется русский и шведка с с и начинаем ребят расскажите может быть историю как вообще познакомились как вот так получилось что вот вы сейчас филипп ты здесь а вместе с террес у меня есть друг такое замечательный александр он мне предложил поехать в польшу поработать ну мы что-то тусовались помню на улице мне предложил поехать в польшу поработать и тут мы встретили там наших знакомых они нам говорят а чего в польшу типа собрались там же сейчас делать нечего как раз тогда кипиш этот весь был на украине и очень много людей туда ехала вот нас отговорили конечно же типа сказали едьте в швецию чего там будете делать в польшу мы все мы сделали визы за пару дней там нашли какие-то деньги на первое время и решили поехать сделали туристические визы все приехали сразу обломались совсем не так как все казалось что приедем сейчас будет у нас тут все шоколадно житуха начнется как как и мы хотели но все казалось не так первое с чем мы столкнулись это жильем мы до того как ехать швецию мы нашли через интернет где мы будем жить мы по находили работу все это по находили но когда мы приехали в швецию все это конечно же обломалась ни жилья у нас не было мы стали как два истукана на вокзале короче не знали что куда нам идти и звонили там куда-то что-то спрашивали ничего делать не работаю нас не оказалось как-то нашли мы как купить сим-карты сим-карты здесь можно в любом магазине купить принципе как наверное и во всей европе вот купили сим-карты подключили интернет начали там искать по русским сайтам где нам жить и так далее нашли какую-то квартиру и как сейчас помню мы отдали за нее 600 евро за комнату которая даже не закрывалась вся квартира закрывалась на сушу юра чуть почему так дорого ты вот потому что так вот кто первые приезжают сразу сюда их короче вот так разводится разводят на эту стопу мидов были до стогольме причем не в центре а где-то там на окраине я думал доху южный страх так разводят вот заплатили мы 600 евро мы там до конца даже неделю не дожили короче за неделю за три за три недели заплатили 600 евро не знали не знали где деньги прятать потому что ничего не закрывалась жила нам на жила нас там человек восемь наверно в этой комнате были квартире в квартире там четыре полном комнаты там двухэтажная квартира и двери вообще не закрывали говорили типа мы спрашивали у хозяйки а дверь можно закрыть там деньги все компы там еще чем-то оставляем сюда никто не придет типа не переживай свою да да а там такой поток что одни месяц прожили поняли шерозводняк нашли где-то получше короче сливаются так и мы мы все короче первые мой друг нашел работу нашел на из того работу все он начал там работать начали мы как-то выживать туда-сюда потом я нашел работу у того же начальника трес в это время развозила запчасти я работал на и сто она нам привозила запчасти и первое время было так что она приезжает на у нее миссия такая была типа всех механиков каждое утро веселить чтоб все улыбались типа класса ну механики все обычно приходит такие грустные с утра а у нее она все время весело она просыпалась вечно в 6 утра короче и по сей день также вот у нее была миссия всех вроде получалось развеселиться я все ну как камень был короче лицо такое серьезное меня ну никак не было развеселить и она постоянно когда приезжала постоянно что-то мне там кричала а я ни одного слова по-шведски не вообще не понимал я думаю а я когда ее видел что приезжает я все время куда-то уходил потому что мне стыдно было что она начинает со мной гореть а я ответить ничего не могу я только садрю машина я приехала я понятно я оп куда-нибудь там в туалет на кухню короче чтобы опять не встретиться с ней не все и тут меня отправили на неделю на другую станцию поработать и она приходит к моему начальнику и гореть типа вот всех у меня получается развеселить но он вообще какой-то непробивной что с ним не так говорит но он же русский типа не понимает что ты ему говоришь она понятная еще больше это заинтересовало не она начала мне там возить черешню какие-то там мороженое еще чего-то ну все мы как-то начали через google translate общаться на английском и слон я вообще по английски по сей день ничего не знаю такое там легкие вот эти всякие слова знаю полета так если мне кто-то что-то говорит по-английски вообще не понимаю все начали через переводчик общаться в инстаграме потом раз там сходили погулять ну потом как обычно все два конфетно-цветочный период есть такой здесь переведи сейчас как это конфетно-цветочный период а ты как вот вообще устроился на работу как-то по туристической то есть по рабочей визии и как у тебя взяли получать с беларуси это секрет это если секрет секрет у меня туристическая виза была самое сложное это найти работодателя здесь которые типа поверить что ты ну реально будешь работать а не получишь вид на жительство и соскочить но если он напишет ну ты получишь вид на жительство и он куда-то напишет в миграционную службу что ты закончил работать у тебя его отзовут и поедешь домой да уйдут не знал особенность таких вот надо найти очень хорошего работодателя чтобы он дал контракт минимум на два года потому что маленькие контракты они их даже не рассматривают дают отказ сразу минимум на два года даже ну год это само минимум это 50 на 50 дадут или нет а вообще на два года и все и вот мне дали этот контракт бессрочный без окончания вообще по нем сто процентов дает вид на жительство сложно вообще было найти вот такую работу ну это опять же это все с русскими он как бы швед уже потому что он здесь мы самых малых лет ну как бы он русский швед да все-таки может здесь получать на работу можно это ну сама вся процедура она не особо и не сложная сложная вот самое сложное найти этого работодателя которая поверит что ты будешь работать но и все будет нормально они так что ты показался там первый месяц и все типа получил вид на жительство и соскочил к другому какому-нибудь где получила да такое тоже может быть и она вообще по моему в европе это нормально когда ты меняешь работу каждые там три месяца ищешь где лучше ну это нормально здесь так ну да ничего странного здесь в этом нету но это не в наших ситуациях кто приехал сюда и получил вид на жительство по работе если же я меняю щас работу на другую ухожу то мне надо заново моё вид на жительство сгорает и я должен заново искать и ну я уже не хочу это как сделать это прошел и все подожди в смысле получается при каждой новой работе ты меняешь вид на жительство даже первые два года после после двух лет тебе дают постоянный вид на жительство где то же можешь менять работу хоть каждую неделю то есть ты не зависим от работы первые два года ты зависим от своей работы а Зависим прям. Вот получается, это когда давно уже было, ты вот искал работу? Сколько лет прошло уже? Год, два, три? Два. Два года, да? Получается, сейчас эта схема работает? Вот так вот приехала и нашла работу, да? Серьезно работает, что ли? Да, все работает. Слушай, друзья, так что в Швецию можно приехать все-таки, просто надо постараться. Отлично. Слушай, расскажи вообще, как вот шведский учил, как вот все-таки общаться, там первый месяц вашего общения на шведском? Ну как, так же и учил, вот начали, через месяц мы вот типа месяц там повстречались, полазили, она уехала в Америку на месяц, я тут очень скучал, ждал ее, все, потом она приехала и буквально может через недели-две она говорит, ну переезжай ко мне сюда. А, даже так, да? Да, все, потому что я снимал квартиру там недалеко от работы, в центре. Это даже она предложила? Да, все вообще она предложила. Серьезно? И встречаться, и жить вместе, и все. Да? Да, и ну она говорит, переезжай ко мне, типа я, ну окей, собрал вещи, та квартира мне уже не надо, у меня там еще за две недели было даже заплачено, я думаю, да, пускай горит. А, вот так вот? Да, и все, и я переехал, и ну вот так через Google Translate мы общались первый месяц. Ну и так как мы все время вместе, оно как бы намного проще нам было между собой общаться, мы друг друга понимали с полуслова. А, ну да. Вот, потом она мне сделала такое, это ее папа предложил, на вещах, ну на всем, понаклеивать бумажки, типа что как называется. Я там беру кружку, например, и такое, понятно. Как кружка называется? Коп. Коп. Ага, коп. Коп. Вот, ну и все, и так и учил. А потом оно со временем, когда уже какой-то набор слов есть, оно все прилипает, когда, ну общаешься все время. Потихонечку. А вообще вот скажи, вот получается здесь как-то нет такого различия, что вот именно девушки ждут, что мужчина предложил там какие-то действия, да? Здесь получается нет такого, да? Без разницы кто, как получится, да, в отношениях. Ну да, типа кто начнет первые? Да, отношения, например, ну там, пойдем ко мне жить, например, там, так, ну там, ну давай там встречаться. Получается тут же, в нашей среде русскоговорящей, там же получается от мужчины жил каких-то действий. А тут получается девушка сама может. Больше как наоборот, я помню, когда еще только сюда приехал, у меня одна тетя, она уже тут 20 лет или 25 прожила, и она мне сама говорила, что сам, типа, никогда не подходи, потому что это шведки-шень такие, они могут написать в полицию, что ты к ней домогаешься. Серьезно? Даже, что ты подошел? Да, и она выиграет, потому что, ну, это Швеция. А, Швеция, да, везде, в Европе, наверное. Если ты подошел, познакомиться просто там, hello, она что, сразу в полицию будет звонить, что ли, или как? Не, ну, такого нет, конечно, но мало чего у нее в голове, что она может. Она будет думать, что ты домогаешься до нее, потому что, если ты рядом стоишь, просто спрашиваешь там что-то, да? Да, и мне вот эта тетя, когда-то очень давно, она мне еще сама сказала, если захочешь найти себе шведку, идешь в любой клуб там ночной, в бар куда-нибудь, и там сам тусишь. Если шведка этого хочет, она сама подойдет к тебе и скажет. А, типа просто ждешь, да? Да, потому что у меня был один знакомый, они там пьянствовали в одном баре, и к нему полицейская. Он наутро только, когда у нее дома проснулся, понял, что он с полицейской... После бурной ночи, да? Ну. Понял, что он с полицейской, короче, тусовался всю ночь. А, полицейская была девушкой, да? Да, да, он говорит, просыпаюсь, у нее формы там висят дома везде, короче. Она офицер даже была, да, полиция-то? Да, 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 она уже такая в возрасте даже была. В возрасте. Это здесь типа норма, так что. Это получается, здесь все наоборот. У нас девушки ждут, когда мужчина подойдет, да? А здесь наоборот, мужчины ждут, когда девушка подойдет. Да, да, типа того. Так здесь, да, получается? Интересно, слушай. Это получается, ты должен прийти в бар, например, взять себе кружку пива и ждать, пока какая-то девушка, там, ты понравишься или не понравишься, да, или захочет тебе подойти, да? Ну, да, получается, что так, не так, как у нас, что-то. Так, а самому-то все-таки, например, если, например, тебе вот кто-то понравился, ты же как-то можешь там, ну, там, посмотреть на нее? Или она сразу будет думать, что ты домогаешься уже? Как там, подмигнуть, например, тому? Ну, я даже не знаю, они такие, они немного странные, шведки. А что вот эта странность появляется? Ты никогда не знаешь, что у нее может быть в голове и что она про тебя думает. Она может думать, что ты там маньяк какой-то, когда ты просто смотришь. Тем более мы же как смотрим, мы режем взглядом. Вот, поэтому я не знаю, как-то они, они сразу видят нас, допустим, русских. Ну, меня она не сразу, она меня когда увидела первый раз, мы потом уже об этом общались, она говорит, она сразу думала, что я какой-то испанец, потому что я темный, типа, весь такой. Она думала, что я с Испанией, либо с какой-то там Южной Африки. Южной Африки? Да, она что-то там, ну, откуда. В этом году она говорит, что ты из Испании, или Африки? Из Северной Америки. А, из Северной Америки. Да, не с Африки. Бразилия, или нет. Бразилия. Спроси, пожалуйста, Терес, лучше тебе на шведском, чем я на английском. Вот, реально здесь мужчина знакомится с девушками как-то? Как она вообще на это смотрит, если к ней мужчина подошел знакомиться? Например, так вот, хотя бы, как пример. Зачем здесь мужчина подошла к девушке и начинает... 例-кум... să cuộc обновлядься, хотели бы мы в ресторане, или нет? Или это получить другой мужчины... Или кто-то. Или дам чаще мужчины подошел к девушке и говорят, или мне... Нет, это, наверное, чаще мужчины. А мастер-ка идет, что это первое место, которые делают ее. Она говорит, что мужики делают. Это вообще такое такое, или очень редко? Многие женщины с шеей Да, да, да Но я слышал наоборот, что больше женщины Вообще по статистике здесь все-таки Кто там предложение делает жить вместе, например Или там жениться, как-то у них там гражданский брак Кто больше здесь? Девушки или мужчины? Вот висы и статистики Вем мир бью до фушт сома лева Тель сам, он сомдут или эксэмпель дусы Иртель мэй Ока мэмэй Ой, бурья бу мэмэй Ой, я не знаю, что статистика говорит Я вообще не знаю Просто ощущение, что я думаю Дискутировали об этом Двое двое Я не знаю Она говорит, что она не знает Но Типа что вместе решают Да, вместе решают, да Типа начинают вместе об этом Разговаривать Скажите, как у вас вообще бюджет примерно Вот Ну Примерно может быть сумма там бюджет Как вообще распределяете здесь И как вот здесь вот Счет банковский Как вот здесь вот финансы там Кто кафе За кого, как, что, куда Здесь вот эти все вещи есть Кто за кого платит Как вот эти вопросы решаетесь? Ну Ну Тут все иначе Чем в России или в Беларуси Немного по-другому Когда мы начали встречаться Я помню, мы пошли в какое-то первое кафе Соответственно, я как мужчина Я думаю Я должен за нее заплатить Я карту или там деньги Не помню уже как это было Попа Платить она сразу Пшик И я сама Угу Окей Думаю, что Это за вас сама или за себя? За себя А, за себя За себя За себя Я такой думаю, ага, что такое Типа, ну, как так Обычно у нас там рады, что если заплатят Ну да, 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 да Это даже вообще норму вообще Ну, а тут читали Меня и не послали из-за этого Ну и все И я потом У кого-то я наверно спросил Либо она мне уже объяснила, что В Швеции Девушка, как бы она сама за себя платит В ресторане, везде И если у тебя, допустим, нет с собой денег То она может за это все заплатить Но ты должен будешь ей скинуть Потом, да? Да, назад Либо ты, когда за нее заплатишь Она тебе скинет это все назад Вот Дома бюджет, как делится Он в большинстве у всех так То, что там говорят Единичные случаи У нас не так, не так Это только единичные случаи В основном Оно у всех шведов одинаково Что У нас карта есть одна На которую мы Скидываемся каждый месяц На продукты, да? На продукты Сумма Если это интересно То по 300 евро Я 300 евро И она 300 Это обязательно вот так вместе, да? Да Все Остальные растраты Если мы там куда-то в ресторан идем То там, ну понятно Каждый сам за себя Либо Если у нас остаются на этой карте деньги Это как в школе на обеды Когда были остаток назад Отдавали Так и здесь То мы расплачиваемся этой картой На которую у нас остались общие деньги Это у вас получается три карты У каждого своя карта Еще есть общая Да? А общая карта У кого больше находится? У нее Потому что она больше в магазин ездит за продукты А, она за продукты, да? Получается В этом, типа Когда мы приезжаем Фольк и Гор Например Когда мы спрашиваем Скажем 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 Интересно Это тоже расскажу С бюджетом Ну вот Короче, делится все напополам Вот Тереза сказала Очень Очень Классную штуку Которая у нас Я не помню У нас в Беларуси Такое практиковалось Это уже потом Когда мы Там Чуть старше Становились Тогда такое было А так Здесь в Швеции Например Если у кого-то день рождения Допустим у нее Она звонит всех Приглашает на это день рождения Соответственно Сама она ничего Вообще не покупает То есть Тут такого слова Простава Там еще что-нибудь Нету Она звонит всем И говорит Да и в принципе Они все уже тут знают Что Ага Едем на день рождения Каждый покупает свой алкоголь себе А вот так вот Каждый Еду Допустим мы пишем Потому что у нас есть Гриль Это в Часе в ком Да там В общем Да Гриль там И газ на гриле общее И еду И Газ на гриле общее Газ на гриле Хорошо Гриль не в общем Газ на гриле общее Вот Вот, и каждый берет с собой еду и алкоголь. Даже вот вчера у нас гости к нам приезжали, так как она сейчас, ну, то есть мы вместе уже живем, то я как-то больше так, и мы там зовем ее на их друзей, например, и я по-любому поеду в магазин, и я все куплю то, что надо, еду там, все, ну, кроме, да, алкоголя. Вот, и вчера у нас тоже было такое, что мы все сделали, и оказалось так, что она вегетарианка, допустим, ну, и, соответственно, она ей позвонила, сказала, возьми себе там, ну, то, что ты хочешь сама. И как бы здесь это не обидно, что там, купи себе сам там, выпивку. А, здесь это нормально, да? Это тут, ну, просто это нормально, да. Оно так и должно быть, типа, здесь. Так, получается, вот, например, если у кого-то день рождения, там, у Тереса, надо, например, позвала, ну, день рождения, получается, она вообще ничего на стол не готовит, просто сидит спустим столом. Дом, с ее дом. Да, ждешь просто, да, когда люди что-то принесут тебе, да? Да, 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 ну, не тебе, ты сам себе тоже покупаешь. Да, себе, да, каждый сам себе. Я был на таких, на студенческом фесте, я был с ней один раз. Там каждый с пакетиком приходит со своим, и, я не знаю, подписывают они в холодильнике или нет, но как в больницах было раньше. Но как-то они знают, что... Это мое, это твое? Да, у каждого свое. Понятно, что ты можешь там одолжить, это даже не так происходит. Тут же через телефон, ну, и везде, в принципе, вот так скидываешь деньги. У тебя закончилось, например, а там у кого-то осталось, подходишь к нему, типа, дай мне банку, и скидываешь ему сразу же за эту банку. А, вот так вот даже? Да, типа того. Это прямо моментально, там, взял стакан кофе, раз, сразу скидываешь. До таких мелочей здесь все прям, да, это? Да, но есть такие, которые, типа, я, типа, заплачу, но это редко, редко. Очень редко, да? Это получается, все-таки, шведы и шведки, все у них вот так вот четко все, да? Все делится. Зато, ну, это как бы, с одной стороны, это и круто. Допустим, у нас в Беларуси, если кто-то один там день рождения проставился, все, ну, ты отдал всю зарплату, и месяц ты без ничего. Оно же не окупается ничего. А здесь у тебя день рождения, и все нормально. Тебе там еще и подарков насыпят. Так, а если, например, человек там подумал, о, день рождения, это надо купить мне там алкоголь, я не пойду. Такое здесь как-то есть или нет? Ну, чтобы там не тратиться, например. Не, им же, наоборот, самим интерес куда-то сходить, чтобы не дома сидеть, да. А, вот так вот здесь, да, получается, здесь скучновато тоже бывает. Все продумано, да. Столько интересно, конечно, здесь. А вот скажи, вот, с работой, например, здесь как-то все-таки здесь есть работу реально найти, или сложно здесь, в Швеции, найти работу? Ну, с каждым годом все сложнее и сложнее, потому что очень проверок много. Даже я заставал такое, что к нам приходили на работу, ну, проверки. Если нет у тебя, допустим, разрешения на работу, вот, допустим, обычные вот эти все визы, там, рабочие, польские, без разницы, какие они здесь не работают. А, с польской не здесь работают, да? Нет, ты можешь тут находиться, но работать нельзя. Если тебя ловят с этой визой с польской, что ты работаешь, то, ну, сразу. Депортируют? Депортируют. Это как молодовщики одеваешься в самолете? Да нет, тут же все толерантно, тут такого не делают. Тут попросят уехать. Так, пожалуйста, в течение месяца уедет. Да, да, да. Ну, типа того. Ну, тебя вот забирают или нет, или никто не забирает? Просто скажут, дорабатывай сегодня, доработай. Еще, может, неделю поработать. У меня было в практике такое, что у меня не было разрешения на работу, и меня словила полиция. Я думаю, это уже можно рассказывать, уже довольно-таки много времени прошло, поэтому пришла полиция, у меня не было разрешения на работу, и они сказали, что она сработала 4 человека, и одна девушка работала. И они пришли, они мне сказали, типа, у всех проверили, у всех было разрешение на работу, у меня не было не горят ты можешь только для всех здесь кто работает ехать домой и для них кушать готовить поваром дома работать никаких не штрафов никому ничего я спокойно оделся и переоделся и поехал домой но я мог тут я легально находился но я не мог работать на вот так вот получается как просто у тебя легально проживание было видно на работу не было да здесь разрешение на работу в швеции то есть вид на жительство а вот так вот что рабочая виза рабочая виза и то есть вот эта карточка вид на жительство паспорте ничего не ставят они пишут это может работать такой вот в испании дают с разрешением работать и без разрешения работу дают визу айди а здесь получается только одно оно может быть разрешение на работу здесь не могут это там жить можешь но работать но смотря почем если ты по учебе туда могут дать разрешение на проживание но не на работу а вот так вот она тоже та же самая карточка только там где-то должно стоять что ты не можешь работать все-всё-поим. Тереса, а ты учишь русский язык? немного, а почему? почему, мужик не знает русский язык? да, но я пытаюсь учиться ты спросишь, что ты знаешь? я учу курс в Малмой университете я учу немного русского я учу немного на Малмой а что слово ты знаешь? привет, как дела? хорошо обычно это окно это окно ну уже отлично, хорошее начало я знаю доброе утро и много плохих слов а белорусский язык ты знаешь? нет, белорусский язык тоже? нет я сам не знаю а ты сам его не знаешь? а я думал, что белорусский и белорусский как украинцы все знают, а белорусский и белорусский но в Минске мало кто знает белорусский язык а вообще мало даже, да? только на русском всё да, 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 да не планировали как-то, например, если здесь живете переехать вообще в другую страну например, в Белоруссию, например, вместе или нет? все-таки таких мыслей не было не, были и они сейчас у нас всегда есть в Белоруссию ехать? нет, не в Белоруссию не в Белоруссию обратно а куда? Канада или Швейцария а почему? в Швеции тоже страна такая развитая? ну, он развито, но климат здесь не очень потом мы больше любим такое, как, я не знаю, как оно по-русски называется горы, вот это всё как в Швейцарии а, как в Швейцарии, да? да, да, да а получается, сейчас из документов вы можете в Швейцарию ехать, например, да? можно, но я чуть привязан к работе а, у тебя пока должна работа именно быть, да? все-таки на месте сидеть так бы мы уже давно поехали серьезно? да, уже не сидели тут нас ничего, по сути, тут не держит вот, Филипп, смотри Антон, ты Пушкин когда снимал он сказал, что Швеция самая счастливая страна вот вот в чем оно здесь счастье? вот ты чувствуешь, что там в счастливой стране ты чувствуешь себя счастливым? в чем здесь счастье вот это такое? я не знаю, что он имел в виду, в чем счастье но по мне ну, конечно, есть какие-то качества что качество вот этого счастья всего, что здесь намного все проще с работой люди улыбаются тебе в магазин приходишь тебе не скажут там типа ну, все через минуту закрываю кассу и иди отсюда тут тебе помогут объяснять все с улыбкой в любом магазине встретят вот с этим, да а так ну, мне очень скучно тут, потому что когда я жил в Беларуси я постоянно в кругу друзей был постоянно какое-то движение было а здесь скучно скучно так а здесь есть, друзья там, например, даже русские есть, есть но тут нет таких интересов как, допустим в Беларуси сходить на какой-то фест попьянствовать здесь просто на это нет времени и стоит все немалых денег а, чтобы куда-то сходить да ну, какой здесь дорогой по-моему очень дорогой да поэтому надо здесь пить, бросать и курить да я, кстати, и бросил в Швеции курить а, тут курил до этого, да я курил до этого лет шесть, наверное а, бросил, потому что здесь дорого курить да да одна пачка сигарет шесть евро где-то стоит итак, друзья ссылка на канал Филиппа и Терес будет в описании поэтому подписывайтесь и смотрите видео про Швецию субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА